Партия рыбы для малообеспеченных из числа коренных малочисленных народов севера отправилась в сёла Хабаровского района. Из-за неудачной путины в этом году жители прибрежных сёл не смогли обеспечить себя китой и горбушей. Подробности в следующем сюжете. Кита у нас в Хабаровском крае одна из знатных, одна из премиальных, скажем, таких вот в своём роде на Дальнем Востоке, поэтому кита здесь очень вкусная, вкусная, большая, поэтому всё будет хорошо. 4,5 тонны замороженной рыбы нуждающимся выделили промышленные предприятия региона. Поддержать коренные малочисленные народы севера, которые плохо отловились во время путины, призвал губернатор края Михаил Дегтярёв. Мы ведь говорим, что захватили те группы населения, которые фактически сами-то не могут обеспечить себя. Это, я уже говорила, что многодетные мамы, у которых малолетние дети, свыше трёх человек детей, им, конечно, это будет помощь, просто подарок к Новому году. Сегодня крупная партия киты и горбуши отправилась в населённые пункты Хабаровского района. По 10 килограмм красной рыбы получат 450 человек. А осенний кита является вообще-то этнической пищей, которая, ну, необходима для организма, особенно маленьким детям, потому что экология сегодня ухудшается с каждым днём. Рыбу в Секачааляне встретила небольшая группа людей. Но с каждой минутой к зданию администрации поселения всё активнее прибывали жители. 10 килограмм рыбы в руках унести тяжело, поэтому кто-то подъезжал на машине, а кто-то использовал санки. Все местные, которые получили помощь, остались довольны. В связи с тем, что мы сейчас сохраняем свои традиции, нам нужно изготавливать из них изделия. Это обувь, ну, не для носки, конечно, а вот в чисто таких исторических рамках сохранения промыслов. Обувь, одежду, сумки, то есть всё то, что мы и делали. Партию рыбы пока не получили жители отдалённых поселений Хабаровского района. Доставить адресную помощь не получается из-за последствий циклона. Но правительство края намерено доставить и туда ценный груз. Игорь Сукачёв, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.